В фан-зоне в центре столицы на Крещатике яблоку негде упасть. Украина ожидает приезда почти 150 тысяч иностранных фанатов. На матч на стадион Олимпийский пойдут не все, ведь тот вмещает всего 65 тысяч человек. Остальные разместятся в барах и фан-зонах. У последних вход бесплатный, однако нельзя проходить с едой и напитками. В столичной власти постарались на славу. Фан-зоны организованы хорошо, здесь чисто. На территории достаточно туалетов и мусорных контейнеров. Кроме того, посетители фан-зоны могут сфотографироваться с Кубком Лиги Чемпионов, увидеть галерею триумфаторов УЕФА, посетить игровые комнаты и участвовать в различных конкурсах. Иностранным болельщикам киевская фан-зона пришлась по душе. Я очень приятно удивлен. Здесь просто замечательно. Очень безопасно, прекрасные люди. Это один из лучших городов, что я посещал. Слышал, здесь дорогое жилье на время финала. Но я остановился бесплатно у своего друга. В часе езды к центру на метро. Я приехал один, но здесь много моих друзей из Ливерпуля. Пиво очень дешевое. К примеру, в Израиле оно дороже почти вдвое. Цены на питание напитки в фан-зоне спекулятивные. Продавцы больше ориентируются на иностранных гостей. Для болельщиков на фан-зоне предусмотрены и такие вот фудкорты. Цены здесь вдвое выше, чем обычно. К примеру, за требованием борща придется отдать минимум 80 гривен. 200 грамм шашлыка обойдется не меньше 100 гривен. А за стакан пива здесь попросят как минимум 60 гривен. Тем не менее, даже завышенные цены на еду и напитки остаются приемлемыми для зарубежных болельщиков. Чего нельзя сказать про жилье. Еще с начала мая в Киеве начали массово повышать цены на аренду жилья на время проведения финала Лиги чемпионов. Стоимость проживания в некоторых отелях увеличилась в сотни раз. В Верховной Раде говорят, что повлиять на рынок нельзя, однако отчасти есть вина и антимонопольного комитета. В антимонопольном комитете уже успели заявить, что начали расследование данного инцидента. Однако ответственности за такие действия нет. Финал Лиги чемпионов начнется 26 мая. Болельщиков соревнующихся команд в целях безопасности разведут по отдельным фан-зонам в центре Киева. Охранять правопорядок в столице будут 12 тысяч силовиков. Роман Семенов, Владимир Гросул, Александр Фролов, Киев, Думская ТВ.